Кремния После кислорода наиболее распространенный в природе элемент. Соединение кремния с кислородом составляют в основном земную кору. Кремния Кремния обнаружен и в лунном грунте. И в космосе. Беспрерывен круговорот кремния в природе. Морские водоросли и животные поглощают его из воды. У многих из них, например, радиолярий и диатомий, кремний составляет основу скелета. Он входит в состав костной ткани и кожи человека. Кремний необходим растениям. Бесконечно разнообразны природные соединения кремния. Но сам элемент в свободном виде не встречается. Поэтому открыт он был сравнительно поздно. В начале девятнадцатого века шведским химиком Берцелиусом. Получим аморфный кремний. Для этого возьмем диоксид кремния и магний. Проведем реакцию и взаимодействие. Затем продукты реакции поместим в соляную теплоту. Полученное вещество аморфный кремний. Кремний ближайший аналог углерода. Сравним их. У каждого по четыре электрона на внешнем электронном уровне. Но алмаз самое твердое вещество. А кристаллический кремний легко растирается в порошок. Почему? Расстояние между атомами у кремния в полтора раза больше, чем у углерода в алмазе. Поэтому атомные связи в кристаллическом кремнии слабее. В металлургии свободный кремний уже давно используется как лигирующая добавка, придающая стали кислотоупорность. В последние годы свойства свободного кремния начали активно изучать физики, биологи, химики. Чистый кремний оказался прекрасным полупроводником. Он широко применяется в радиоэлектронной промышленности, вычислительной и космической технике. Солнечные батареи из полупроводникового кремния преобразуют световую энергию в электрическую и питают космическую аппаратуру. Соединение кремния и углерода имеют много общего. Хорошо известна горючесть углеводорода. Кремниеводороды или селаны неустойчивые соединения и поэтому самовоспламеняются. Кристаллическая решетка диоксида углерода сухого льда молекулярная. У кварца диоксида кремния в узлах кристаллической решетки находятся ионы кремния и кислорода, образующие кремнекислородный тетраэдр. Кристаллическая решетка. Эти минералы, столь различные по внешнему виду и свойствам, относятся к одной группе, группе силикатов. Их структуру и свойства определяют комбинации кремнекислородных тетраэдров. И маленькая песчинка, и куски кварца представляют собой как бы гигантскую молекулу, что придает диоксиду кремния необыкновенную прочность и тугоплавкость. Поэтому в кварцевом стекле можно плавить некоторые металлы и обычное стекло. Кварцевое стекло – незаменимый материал для химических сосудов и приборов. Коэффициент его расширения в 20 раз меньше, чем у обычных стекол. Нагреем кварцевое стекло до 1000 градусов. Теперь погружаем его в холодную воду. Стекло способно выдерживать резкие перепады температур. Кристаллам кварца присущие и пьезоэлектрические свойства. Пластинка из него преобразует механическую энергию в электрическую. Итак, уникальными свойствами кварц обязан своей трехмерной тетраэдрической структуре. Посмотрим, какими свойствами обладает двухмерная тетраэдрическая структура кристалла слюды. В основе структуры слюды две сетки, расположенные друг над другом. Они и образуют отслаиваемые листочки. Слюда широко используются в технике, как удобный электроизолирующий материал. Такая простейшая цепочечная тетраэдрическая структура характерна для асбеста. Эта каменная кудель может расщепляться на гибкие волокна толщиной до полумикрона. Асбест — прекрасный теплозащитный материал. Первый искусственный силикат стекло издавна известен человеку. Сегодня, изучая физико-химические процессы получения стекла, ученые создают силикаты с заданными свойствами. Процесс образования силиката в земной коре можно моделировать в лабораторных условиях. Поместим соли двухвалентных металлов в раствор жидкого стекла. В результате реакции обмена получим окрашенный силикат. Другая модель образования природных силикатов — смальт — реакция сплавления. Различный качественный состав смеси при высокой температуре процесса дает широкую гамму цветов. Лабораторный эксперимент Помогает воссоздать природные процессы. Итак, обычное стекло. Частично замещая в исходной смеси натрий, кальций или кремний на другие элементы, получает стекла с самыми различными свойствами. Хрусталь. Его удивительные блеск и прозрачность определяются оксидом свинца, входящим в состав шифта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А эти цветные стекла получили добавление оксидов хрома, кобальта, никеля. У фарфоровой массы основные компоненты — силикаты кальция и алюминия. Эта масса очень пластична. Поэтому изделиям из фарфора можно придавать сложную форму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Высыхая масса твердеет и при обжиге делается очень прочной. Субтитры создавал DimaTorzok Для керамики используют более грубые сырьевые материалы. Но основные технологические приемы остаются теми же, что и при производстве фарфоровых изделий. Субтитры создавал DimaTorzok Древнейший строительный материал — кирпич — получают из природных силикатов — песка и глины. Смесь формуют, затем заготовки обжигают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Цемент и бетон получают, используя свойства силикатов кальция, образовывать вяжущую смесь при добавлении воды. Субтитры создавал DimaTorzok А этот новый технологический процесс — газовый наплав — позволяет получать гигантские заготовки кварцевого стекла исключительной чистоты и однородности. Из таких блоков делают оптику самого высокого качества. На ее основе создана принципиально новая аппаратура для современной науки и промышленности. Вы видите изготовление уникальной камеры реактора для установок управляемого термоядерного синтеза. В такой кварцевой рубашке будет удерживаться плазма с температурой в миллионы градусов, с температурой недр солнца. Изучение кремния — основы неживого мира — открывает перед наукой новые перспективы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok